добрый день и мы на этой неделе находимся в недельных главах тазрии мицора только в высокосный а правильный перевод слышно койдыш беременный год то есть раз в два три года эти главы читаются раздельно все остальное время не читаются вместе год после законов ритуальной нечистоты тумы вызванный контактов с трупами животных прошлой главе тора объясняет аналогично и логичное понятие относящиеся к духовной чистоте людей и первая тема процесс очищения от духовной нечистоты роженицы и уверенно принести жертвы в храм через определенное число дней после родов и интересно покопаться и найти ответ почему вдруг роженица становится духовно нечистой какой источник этой тумы я же хотел поговорить о другой теме о более масштабных что ли мировоззренческих вещах начинается недельная глава словами об этой как раз женщине говорит бог маша передается нам израиля если женщина зачнет и родит сына и дальше там будет нечиста семь дней но интересно что в своем комментарии на этот пасук великий раш и приводит раш это рабе нашло бы ицхаки жил в конце 11 века он приводит интереснейший мидраж из из мидраж раба сказал рабе сим лай подобно тому как создание человека произошло после всех зверей и птиц так и законы нечистоты связанные с человеком тора приводит после законов нечистоты с животными удивительно большой раввин большой мудрец торы мудрец мишны говорит на первый взгляд и ежику понятные вещи человек создан после животных так и законы его нечистоты рассматриваются после животных но для таких больших людей такие рассуждения нерелевантны словах больших мудрецов скрывается глубокий смысл мы видим это по талмуду он весь построен на обсуждениях и даже спорах мудрецов третьего седьмого века касательно высказываний мудрецов уровня рабе сим лай то есть времен второго храма даже первого храма второго храма и так что хотел сказать рабе сим лай на какой вопрос который вы сами еще даже себе не задали но тем не менее он и отвечает этими словами говорит равсалант главный ашкенатский раввин риусалима с 1840 года и до своей смерти слова приведенного мидраша объясняют откуда берется дух духовная чистота тума человеке вот это да откуда это он такое взял то есть разговор что зачем следует говорит откуда берется от ума давайте посмотрим глубже среди всех живых существ на земле зверей и птиц призмыкающихся лишь человек способен принять нечистоту и служить ее источником но и очиститься от нее для всех других живых существ создатель не сделал возможным очищение от тумы только человек наделен создателем такой способностью сватой книги зор мы знаем базовая книга кабалы и обустройстве миров а написано рабе шимом бар юхаем рожби одним из пяти учеников рабе и кивы как раз который он взял после того как умери двадцать четыре тысячи его учеников которые вот сейчас умирали в наши дни отсчета умера почему нас сейчас и траур полутраурные дни почему мы не стрижемся не стрижем бороду и не веселимся не слушаем есть ряд ограничений как в полутраурные дни так вот он говорится в книге зор что человек создан последним чтобы ему он мог включить себя все творение это один из фундаментальных принципов заложенных в структуру мироздания сов массы бамашхава тхила созданная в конце она задумана в начале мироздания заложена эта система чтобы достичь какого-то результата нужно поставить цель продумать и сформулировать этот результат в виде цели в начале пути и все действия нужно подчинить достижению этой цели тогда ты можешь ожидать что результат будет таким как ты его описал в начале задумав сотворение человека если позволено в таких формулировках говорить о создателе он все творение все мироздание подчинил созданию человека и другими словами человек стал кульминацией процесса творения как бы включил в себя все творение сложно себе представить какой глыбой был адам решен первый человек до греха но в результате своего греха адам решен впустил в наш мир и в себя силы зла и после этого на человека могут властвовать как силы святости и добра так и силы нечистоты и зла и кроме того часто добро и зло вообще перемешано так что в действиях человека так что сложно различить а значит и в его голове и его всех чувствах эмоциях намерениях сложно различить в добрых делах человек зачастую человеку зачастую присутствует злое начало стремление к собственной выгоде там почестям каким-то а в грехе может быть сила добра например нарушение шабата как серьезного греха нарушение шабата может быть из добрых побуждений там помочь другу который не соблюдает шабаты и переезжает на другую квартиру тогда понятно почему у человека в отличие от всех других созданий состояние чистоты сменяется состоянием нечистоты и наоборот данная творцом сущность каждого существа в том числе человека неизменно вся жизнь каждого существа в том числе человека детерминирована творцом это сказано все предрешено но только человек сочетающий качество силы как добрые так и злые качество и силы как добрые так и злые подвержен изменениям реализуя заложенным творцом при создании этого мира принцип свободы выбора человек имеет право на самоопределение право самому решать делать доброе или злое мы на добро или зло это выполнить воли бога или не выполнить воли бога отсюда и возможность приобретать нечистоту и получать проказу духовного происхождения и раз уж к слову пришлось то нужно сказать что каждое действие делание добра или зла человеком влечет за собой изменение его этой программы за которым он запрограммирован определяющий его судьбу то есть мазаля это формирует вторую часть этого известного высказано все предрешено но есть свобода выбора но мы идем дальше понятно и то что нечистота человека тяжелее чем нечистота всех других существ ведь человек своих делах может сознательно использовать силы зла которыми обладает и принимать сторону сильнейшей нечистоты даже я бы сказал нечисти так понятнее наверное будет он единственный всех созданий может решить что создателя нет но с другой стороны освещая очищая себя он может использовать силы святости и стать выше ангелов на все это и намекает рабби симлай упомянутый в комментарии раши в начале то есть тора говорит о человеке после того как уже было сказано о зверях о птицах и других существах существах из которых каждая только отдельная деталь творения а человек имеет силу стать его творение венцом включающий в себя все мироздание высшие и низшие миры и может с другой стороны низко пасть и принять сторону нечистоты лучше сказать нечисти и тогда про него говорят комар был создан раньше тебя ты стал никто и зовут тебя никем и никак дай нам бог осознать и принять что мы венец творения вести себя по жизни как главное творение гордо нести его функцию стать системе творений 2 принимающий стороной принимающий влияние непосредственно от бога и в этом быть партнером бога в системе мироздания ведь мы для этого и созданы для этой функции и тогда это позволит нам действительно называться человеком с большой буквы в отличие от тех чью дел быть с маленькой браха вы от слаха благословение успеха на этом нелегком пути и оставимся и дальше в поисках смысла